Здравствуйте! Наша передача посвящена прошлому, настоящему и будущему нашей школы. Сейчас давайте окунемся в прошлое. В 1965 году на берегу речки Сытки была открыта средняя школа номер 3. По архитектурному проекту школа была рассчитана на 1040 учеников. В 1965 году в нее пришли учиться 919 ребят. Первым директором была Медникова Нина Александровна. Учитесь на хорошо и отлично. С такими пожеланиями к ученикам школы обратился руководитель строительно-монтажного управления господин Барвинский. В 1994 году школа перешла на 12-летнее обучение. В 1998 году получила новое название Ваналина Куй. В 2000 году была объединена Соломяевская начальная школа номер 2. А с 1 сентября 2012 года стала основной школой. Школой, в которой обучаются дети с 1 по 9 класс. За эти годы в школе изменилось многое. Но неизменным осталось одно. Каждый год 1 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, ученики из старших классов приветствуют первоклассников и провожают их в класс. В прошлом мы побывали, а теперь вернемся в настоящее. И что же у нас в настоящее? Для справки. В нашей школе обучается 498 учеников, работают 62 учителя, и уже 9 лет нашей школой руководит Ирина Михайловна Лю. И мы подумали, не взять ли нам интервью у директора нашей школы. Ирина Михайловна согласилась ответить на все наши вопросы. Скажите, пожалуйста, как изменилась школа за 10 лет? За 10 лет школа очень изменилась. И изменилась она не только с точки зрения того, что изменилось здание школы, изменилась она, конечно, своим внутренним содержанием. Но если говорить по порядку, то за эти 10 лет в школе состоялись какие-то ремонты, конечно, не в таком количестве, как нам хотелось бы, но тем не менее мы имеем видеокласс, мы имеем новый компьютерный класс, мы имеем красивый в прошлом году отремонтированный замечательный актовый зал. Я уже не говорю о каких-то мелких работах. Но школа – это не только дом, школа – это в первую очередь люди, которые здесь учатся, которые здесь работают, и поэтому с этой точки зрения в чем-то были серьезные перемены, а в чем-то перемены не было вообще. Но, например, каждые 10 лет можно говорить о том, что школа абсолютно обновляется с точки зрения учеников. Ребята, которые 10 лет назад пришли в школу, сегодня уже ушли из этой школы, кто-то учится в гимназии, кто-то учится в профессиональном училище. И поэтому дети, которые пришли в этом году, они, конечно, тоже через 10 лет из этой школы уйдут. И с каждым новым поколением детей меняется и школа сама, потому что дети приходят уже другие. У них другие интересы, у них другие навыки, у них другие разговоры, другие увлечения совершенно. И мы, учителя, которые здесь работают, конечно, не можем этого не учитывать. И переходя уже к работникам школы, и учителям я могу сказать, что вот здесь школу изменения коснулись меньше всего, потому что в нашей школе работают очень преданные, очень любящие свою работу и родную школу люди. Поэтому вот за эти 10 лет школа с точки зрения нашего коллектива почти не поменялась. Но это не значит, что не изменили сами учителя, которые работают здесь многие годы. Как я уже говорила, мы все меняемся вместе, с новыми ребятами, которые приходят. Мы чему-то учимся новому у них, мы что-то узнаем новое у них, мы пытаемся приспособиться к этим новым условиям. И поэтому, несмотря на то, что в коллективе не очень много молодых учителей, хотя я знаю точно, ребятам этого бы, конечно, хотелось, но я могу сказать, что учитель в школе – это человек, который, наверное, в душе не стареет никогда, потому что он все время находится, работает вместе с детьми, вместе с ребятами, проживает какую-то новую жизнь. Ну вот, наверное, так изменилась школа за 10 лет. А у наших учителей мы спросили, как изменилась школа и ученики за время вашей работы. Внимание на экран. За время моей работы произошло много изменений. Школа менялась, классы менялись, ученики менялись. Но всегда в школе был дух ученичества, творческого поиска, интересных мероприятий. Школа – это как маленькое государство со своими радостями и горестями. Школа – это как все общество наше. И чтобы общество было счастливым, хорошим, надо, чтобы и ученики, дети наши росли хорошими, умными, трудолюбивыми, здоровыми, добрыми. Она изменилась с технической стороны, но я думаю, что суть ее осталась. Учитываться. В этой школе я работаю уже 25 лет, начиная с 1989 года. И, конечно, изменения в этой школе происходили, происходят и будут происходить, потому что, как говорится, ничто не вечно подлинное, а древо жизни вечно зеленое. Приходят новые ученики, с кем-то прощаемся, с большим сожалению, с грустью, как чаще всего это бывает. С кем-то вновь встречаются, приходят новые классы, новые ученики, новые родители, меняются школьные программы, и, естественно, мы шагаем много с этими программами, работаем, дорабатываем их. То есть жизнь постоянно ставит какие-то новые перед нами задачи, и мы их решаем. Коллектив в нашей школе просто замечательный. Сейчас в данный момент создана очень хорошая рабочая обстановка. Дети тоже хорошие, проявляя такую активную, как бы сказать, штанг, что ли, для чего жизненную любую позицию. Будем надеяться на то, что, в общем, все ваши задачи, наши задачи совпадают. Перенесемся в будущее. Ну давайте! В следующем году в нашей школе исполняется 50 лет. Это важная и ответственная дата. Время не только подводить итоги и радоваться настоящему. но и планировать наше будущее. Посмотрим на ответы ребят на вопрос, что бы вы хотели изменить в нашей школе. Мне все нравится в нашей школе. Я хотела бы изменить в школе, чтобы учителя стали умнее. Я хочу, что бы наша школа была очень вкусной. Я бы хотела, чтобы школа началась в 9 или в 9 лет. Сделать место учебника в поншете. Чтобы школа стала веселее. Делать ремонт в физкультурном зале. Я хочу пожелать нашей школе, чтобы учителей были хорошие ученики. Я хочу, чтобы у нас в столовой был шведский стол. Я хочу, чтобы у школы были деньги на ремонт. Я хочу, чтобы класса у нас были побольше. Чтобы через 20 лет наша школа оставалась такой же красивой. На этой прекрасной ноте наша передача заканчивается. Благодарим всех за участие в ней. Надеемся, что путешествие во времени было интересным и полезным. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok